ВЫПУСК ДЕЛОВЫХ НОВОСТИ В студии Борис Киргенеков. Здравствуйте. Сейчас только о последних новостях из мира экономики, финансов и бизнеса. Отложим на черный день. Новосибирцы на счетах в банках держат 327 миллиардов рублей. Это, между прочим, три годовых бюджета области. Данные приводит Сибирское главное управление Центрального банка. Объем денежных средств на депозитах жителей за год вырос больше, чем на четверть. Эксперты такой всплеск интереса к платам объясняют следующим образом. Новосибирцы, как и жители других регионов, перешли в режим полной и тотальной экономии. Имеющиеся деньги предпочитают не тратить, а складывать на черный день. Еще одна причина – рост доверия со стороны населения к банковскому сектору. Тем не менее, уже в этом году главный финансовый регулятор отозвал лицензии у 12 банков. В свою очередь, те россияне, у кого личная наличка не задерживается, все чаще обращаются к банкам за помощью. Объем выданных кредитов в стране растет. В январе показатели плюс 140%. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные консалтинговых фирм. Особенно вырос сегмент автокредитования на 93%. На две трети увеличился объем выдачи в торговых сетях. Однако рынок ипотечного кредитования продолжает падать. В этом году банки выдали займов на покупку квартир на 59 миллиардов рублей против 78 годом ранее. Легкая промышленность всегда с трудом переживала кризисные времена. К примеру, одна из крупнейших швейных фабрик области в прошлом году сократила объем продукции на 22% до 600 миллионов рублей. Как предприятие ищет новые точки роста, расскажет заместитель генерального директора фирмы Жанна Кондакова. Новое открытие – это то, где у нас есть точка роста, это розница наша. Мы открываем магазин. Благодаря этому выручка у нас прирастает. В 2014 году мы приросли, в 2016 году мы приросли, в 2015 году приросли на 2%, несмотря на падение производства. То есть все равно производство – это впереди, выручка идет следом. И планируем в 2016 году прирост почти на 20% в деньгах. По производству мы сами стали шить женскую костюмную и плательную группу. Планируем в этом году также освоить легкий ассортимент блузочной из легких тканей. Будем смотреть, что из этого будет получаться. В оптовой торговле не только нам тяжело, а и всем нашим контрагентам. И, соответственно, у нас перезагрузка, качественное изменение клиентской базы. Мы смотрим, насколько наши партнеры готовы развиваться, готовы этот кризис использовать как свои точки роста. И, соответственно, принимаем решение, работаем мы дальше, либо не работаем. И планируем все-таки уходить в Европу, в работу с большими торговыми сетями. Лучше самолетом, чем в плацкарте. В России с начала года выросли внутренние авиаперевозки. Об этом сообщает Росавиация. В 2016 году рост количества перелетов по стране увеличилось на 10%. По мнению главы ведомства Александра Нератика, частично такой рост связан с тем, что граждане привыкли совершать перелеты и не отказываются от них, несмотря на курс валют. Напомню, что налог на добавленную стоимость для авиакомпании на перелеты внутри страны не обнулят. Это позволило бы перевозчикам снизить стоимость билетов. В Новосибирске посчитали потери ритейла от кризисного года. 2015-й стал для торговли в регионе тяжелым. Существенное снижение зафиксировано не только в рознице, но и в оптовой торговле. Впервые в истории области ритейлеры продали товаров на 16% меньше. Сейчас в отрасли занято почти 300 тысяч жителей региона. Количество торговых точек – около 30 тысяч. В оптовом сегменте ситуация также нестабильная. Рост составил 92% против 105% в 2014 году. Но представители Минпромторга области ожидают, что в 2016-й должен быть лучше в экономическом плане. Миланские традиции в столице Сибири. За пять лет Новосибирской области построят 15 российско-итальянских обувных фабрик, сообщает агентство инвестиционного развития. Инвестор из Апенинского полуострова планирует вложить около 80 миллионов евро. Это позволит создать 2500 новых рабочих мест. Часть производства будет организована совместно с итальянскими партнерами. В результате россияне получат обувь, сделанную по итальянским фасонам, технологии высокого качества, но по значительно более низкой цене. Объем выпуска – до 2,5 миллионов пар в год. На базе кластера планируется создать инкубатор для обучения кадров для обувных производств. С ростом курса национальной валюты сильнее всего страдает легкая промышленность. Дороговизна зарубежного сырья и падение покупательского спроса. Тем не менее, адаптироваться нужно. По этому поводу прогноз Виктора Евтухова, заместителя министра промышленности и торговли. Мы ждем начала роста продаж продукции легкой промышленности в целом с марта месяца на 1-2% в оптимистичном прогнозе. Но сейчас очень трудно предсказать ситуацию и в нашей экономике, и в мировой. Возможно, показатели будут скромнее. Вы смотрели деловые новости. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова